Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на очередном вебинаре Директ-Академии. И сегодня наш вебинар продолжит трек Марины Пивень, посвященный истории искусства. Но прежде чем передать слово нашему сегодняшнему спикеру, я, как всегда, хотел бы сделать несколько объявлений. Во-первых, посмотрите в самое начало нашего чата. Вы видите там четыре полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наше расписание, на главную страницу нашего сайта Директ-Академия.ру. И на ней вы можете зарегистрироваться на любой вебинар предстоящего оставшейся части учебного года, вплоть до июня месяца 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором расположено уже более 360 записей наших вебинаров Директ-Академии. Подпишитесь на наш канал и будете получать уведомления от него о новых вебинарах. Сегодняшний вебинар тоже через некоторое время будет опубликован на нашем видеоканале. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта, на которой расположены предложения по онлайн-курсам. В настоящее время Директ-Академия предлагает пройти обучение по 8 онлайн-курсам. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой можно приобрести сертификаты в конце, сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара, можно будет приобрести сертификаты об участии в нем. Кроме того, я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас состоятся на этой неделе. 21 ноября завтра, в среду, в 15.00, обращаю внимание, не в 12.00, а в 15.00 по московскому времени, наш постоянный ведущий Марина Орешко проведет вебинар «Библиотекарь-журналит. Создаем электронные публикации». 22 ноября, в четверг, Алексей Дьяченко, один из крупнейших специалистов по системе дистанционного обучения Moodle, проведет первый из трех вебинаров, назначенных в этом году, про русский Moodle 3KL. Называется он «Демонстрация возможностей среды электронного обучения. Русский Moodle 3KL». И, наконец, в пятницу тоже наша постоянная ведущая Татьяна Телегина проведет вебинар «Библиографические ссылки. Знакомимся и тренируемся». Ну что ж, у меня все, и я приглашаю Марину на связь с тем, чтобы провести сегодняшний шум. Добрый день, уважаемые слушатели и уважаемые участники вебинара. Сегодня мы поговорим о третьем из величайших титанов возрождения, о Микеланджело Буанаро. Микеланджело родился 6 марта 1475 года в семействе фаренпийского гражданина Лодовика Ди Леонардо Буанаро. Символичным он считал тот факт, что его кормилицу в детстве была жена каменотеса. В беседе с художником Джорджи Вазаре он говорил следующее. «Лизцы молот, которыми я делаю статуи, я извлек из молока своей кормили». Микеланджело, как и другие титаны возрождения, был личностью универсальной. Это скульптор, это величайший живописец, это архитектор, которому принадлежит честь создания проекта «Купола собора Святого Петра» и ряда других важных проектов в Риме и Флоренции. Наконец, это поэт после возрождения. Но, глядя на творчество Микеланджело, всегда создается ощущение, что все же главным даром, главной особенностью его творческого мышления было именно мышление скульптурное. И главным художественным идеалом для него была человеческая фигура, красота человеческого тела. Микеланджело с детства проявил себя как великолепный рисовальщик. Собственно говоря, вот эта склонность к изобразительному творчеству в конце концов привела его в мастерскую крупнейшего на тот период ферлипийского художника, одного из наиболее крупных художников-монументалистов, авторов пресса, известного далеко за пределами Флоренция, Доминика Герландая. Микеланджело оказался в мастерской Герландарии в 13 лет, в 1488 году. И, собственно, в этот период он активно копирует рисунки своего наставника. С детства проявлял он интерес и к творчеству наиболее знаковых, наиболее важных мастеров. И, как отметил Викторин Викторич Шлагерев, из мастеров прошлого его внимания больше всего привлекали художники Джотто и Мазаччо. Иначе говорят те живописцы, которые культивировали монументальную, пластическую, весомую форму, и чей художественный язык был лишен каких-либо внешних прикрас. Собственно, вот это важность, важное умение сосредоточиться на главном, сосредоточиться на самых важных аспектах художественного образа. Столна будет присуще Микеланджело, и он доведет это умение до, можно сказать, до своеобразного абсолюта. С 1489 года Микеланджело начинает посещать и сады Сан-Марко. Это чрезвычайно вот такое интересное место во Флоренции. На площади Сан-Марко располагались сады Медичи, в которых были собраны произведения античной скульптуры. Хранением, изучением этих антипов занимался мастер, скульптор и медальвер Бетобе Диджавани, которого, наверное, тоже можно считать одним из ранних наставников Микеланджело. Но самое главное, конечно, что оказало влияние на его творческую манеру, это непосредственно знакомство с античной скульптурой. И известно, что в ранний период Микеланджело создавал статую Беркулеса, что он создал извояние спящего Купидона, которое легко было выдать за античную статую, что, собственно, и было предпринято. Таким образом, Микеланджело, как и другие титаны Возрождения, непосредственно связан с традициями Ренессанса, с традициями Кватрачента и теснейшими, собственно, нитами, связан с искусством античности. В раннем творчестве Микеланджело, собственно, наблюдается поиск оригинальных и непохожих на другие работы, на работы других мастеров художественных решений. Это заметно уже в таких ранних его работах, как «Мадонна у лестницы», начало 90-х годов, к 1492 году относящаяся к битву кентавров и латифов, которая, собственно, уже показывает особенности тяготения Микеланджело к вот такой композиции, в которой все пространство плотно заполнено человеческими фигурами. Здесь отсутствует какая-то пространственная глубина, здесь отсутствуют элементы пейзажа, какие-то предметы, которые характеризовали бы окружение. Собственно, все пространство этого рельефа заполнено динамичными, подвижными, обнаженными фигурами. В числу ранних произведений Микеланджело принадлежит и созданный для сада Диака Пагалли образ античного бога, покровителя виноделия, бога растительных сил природы, вакха или бахуса. Собственно, в этот период традиционным достаточно было желание сеньюров украшать собственные сады скульптурами античными, либо скульптурами, созданными на античный манер. И, собственно, выполненная вот в таком большом достаточном масштабе скульптура, представляющая античное божество, своего рода тоже новое слово в скульптуре. Понадлежит оно молодому Микеланджело. Вакх показан в образе юного божества. Он поднимает чашу и своеобразной опорой для мраморной фигуры служит изображение сатира с виноградной гроздью одного из представителей постоянной свиты, свиты бога вина. Считается, что при посредничестве Якоба Галли Микеланджело получил и чрезвычайно важный заказ на композицию, представляющую образ оплакивания Марии, держащая на коленях тело мертвого креста. И в этой композиции уже, собственно, намечены основные моменты перехода к стилю высокого возрождения. Напомню, что это стиль величественных образов, образов монументальных, из которых исчезает все лишнее, все временное и остается лишь самое главное. Микеланджело решает сложную задачу. Ему необходимо изобразить фигуру взрослого мужчины, расположенную на коленях у женщины. Соответственно, это две фигуры, изображенные в полный рост. И главная задача была изобразить, соединить эти скульптурные части, эти фигуры в единое целое, таким образом, чтобы фигура Марии не оказалась задавленной вот той тяжестью, которую она несет. Для того, чтобы избежать такого впечатления, Микеланджело в качестве такого своеобразного постамента расширяет обилие складок одеяния Мадонны и укладывает тело Христа на колени Марии, словно на постамент. Обратим внимание на то, что образ Марии также чрезвычайно удивителен своим погружением в скорбь, но отсутствием отчаяния. С своей юностью на это обращали внимание, собственно, на протяжении всей истории этой скульптуры. Чрезвычайно важно, что Микеланджело не передает нам образ скорби через искаженную мимику лица, через аффектированные какие-то жесты. Напротив, жесты чрезвычайно сдержаны. И для того, чтобы охарактеризовать вот это важное, собственно, качество этой скульптурной группы, я хочу привести две цитаты крупнейших искусствоведов. Немецкий исследователь, историк искусства и теоретик стиля Генрих Вёрфинг написал так. «Еще более ожеломляет жест Марии. Предшественники воспроизводили заплаканное лицо, гримасу боли, безвольную постинутость. Но Микеланджело говорит, богоматери не должно плакать, как земной матери. Голова её клонится в полном безмолвии, черты лица неподвижны. И разговор ведёт лишь опущенная левая рука. Наполовину открытая сопровождает она немой монолог боли». И другая цитата отечественного историка искусства Бориса Робертовича Виктера. «Жест Марии» – одно из самых важных свидетельств того замечательного открытия, которое сделал Микеланджело, и которое впоследствии явилось наиболее излюбленным мотивом его искусства. Это особый вид движения. Движение, как выражение мысли и чувства, движение, вызванного не столько событием, сколько состоянием духа. Этого не знало ни античное искусство, ни искусство раннего возрождения. Микеланджело, на этом, собственно, цитата заканчивается. Отметим, что Микеланджело очень любил это произведение и даже написал своё имя на переводе Марии. В Блинске и по времени период создается ещё одна статуя, которая расположена в городе Дрюбе. И опять-таки образ, который создаёт Микеланджело, отличен от традиционных композиций. Это изображение Марии с младенцем. Но младенца Мария не держит на руках, как это принято было изображать. Она спускает его с рук. Пластический объём обогащён расположением, ракурсом фигуры, как ноги Марии поставлены на разный уровень высоты. И отметим также величественность её ассампля. Опять-таки Генрих Вольфлин отмечал вот эту характерную особенность образа, его монументальность. Уже одна вертикаль её головы задаёт тему, выходящую своей величественностью за пределы всего, что было создано, свойственно, извините, квадрачен. Ряд композиций, изображающих Мадонну с младенцем в этот период, Микеланджело изображает в композиции в форме тонда, в форме круга. Отметим также, что сам характер образа Девы Марии начинает меняться в его интерпретации. Это образ вот такой более монументальный, более мощный. Изменяются черты лица Марии. Она приобретает образ вот такой античной героини, скорее. Это можно увидеть и в так называемом тонде Питте, и в живописной композиции, созданной по заказу Анжело Донни. Флорентийского торговца Шерский, любителя искусства. Эта композиция представляет сцену «Святое семейство», которое насыщено динамикой движения и, опять-таки, невероятно скульптурно по своей трактовке. Иосиф передает младенца Марии, которая в повороте принимает младенца на руки. Собственно, вот эта работа уже показывает нам скульптурность живописного стиля Микеланджело, выявленность объема в его трактовке фигур. Чрезвычайно важной работой становится для него и создание так называемого гиганта. Именно так именовали современники флорентийцы изображение Давида. Образ Давида был чрезвычайно важен для флорентийской республики. В нем видели образец, идеал для современных флорентийских граждан. История ветхозаветная о вот таком юноше, даже отроке, который не побоялся сразиться с могущественным противником, телестемлянином Агалиахом, настоящим великаном. И, несмотря на такую разницу в силах, победил его. Этот образ воспринимался во Флоренции в качестве своеобразного покровителя города. Поэтому крупнейшие мастера неоднократно этот образ воплощали в разных видах искусства. Собственно, Давид становился героем театрализованных шествий во Флоренции праздничных. Давида изображали крупнейшие мастера 15 века, такие как Донателло, такие как Андреа Вероккио. И был создан также ряд менее широко известных интерпретаций образа Давида. Работа, выполненная Бернардо или Антонио Расселина, представляет нам мраморного Давида. Уже в самом конце 15 века, в 1390-е годы, Бартоломео Беллана создает небольшую статуэтку на этот же сюжет. Ну и отметим, что в живописи также неоднократно образ Давида во Флоренции появлялся. Поэтому вот эта тема важная для флорентийцев, важный образ, который символизирует готовность горожан и на сегодняшний день отражать любые седательства на их свободу. Создан был этот образ Микеланджело уже в начале 16 века. Сложность заключалась в том, что глыба мрамора, огромная, которую Микеланджело воспользовался для создания статуи. Высота ее достигает около 5,5 метров. И таким образом в интерпретации Микеланджело сам Давид становится действительно гигантом, титаном. Обратим внимание и на то, что Микеланджело изображает Давида иначе, нежели это делали его путешественники в 15 веке. В 15 веке сложилась традиция изображать Давида вот таким мальчиком с мечом в руке, трофеем, отнятым им у противника, и другим трофеем, головой Голиафа у его ног. Таким образом, Кватрачента закрепила иконографию образа героя-победителя. Но и мальчик трактует своего Давида Микеланджело. Он показывает нам Давида, еще не совершившего свой подвиг, только готовящегося к нему, только собирающего, концентрирующего силы для вот этого невероятного единоборства с могущественным противником. Иначе выглядит и сам образ героя. Микеланджело показывает нам Давида в момент вот такого рубежа какого-то возрастного. Уже не мальчик, но еще и не мужчина. Несколько нескладная фигура Давида с крупными ступнями, с крупными кистями рук. Сосредоточенный взгляд концентрирующегося героя на будущей битве героя. Очевидно, само время, время Высокого Возрождения диктовало иную трактовку образа. Это время наивысшего воплощения титанического образа человека. И для человека эпохи Высокого Возрождения важна не совершившаяся когда-то победа, а, собственно, сама готовность и возможность такого подвига. И именно таким, всегда готовым к обороне своего города, всегда готовым к титаническим совершениям, предстает человек эпохи Высокого Возрождения. Крупнейшим центром Высокого Возрождения, как известно, становится Рим. В 1503 году на факсу престолов зашел Папа Юлий II. И с этого времени начинаются крупнейшие заказы римских пап, которые привлекают все ведущие художественные силы из разных регионов. Сюда приезжают крупнейшие архитекторы. Раньше Микеланджело в Риме оказываются Браманты. Чуть позже в Риме появится Рафаэль и ряд других крупнейших мастеров. Ну, и, собственно, важным заказом, важным, прежде всего, именно для мастера, станет заказ, сделанный Юлием II, который пригласил Микеланджело в Рим и поручил ему разработать проект сооружения своей будущей градуси. Собственно, работа над этим проектом с перерывами тяжело продолжалась в течение четырех десятилетий. И исследователи, когда рассказывают нам об этом проекте, нередко употребляют такое выражение «трагедия надгробия». Собственно, подлинной граммой, если не трагедии, для Микеланджело стала работа над этим проектом. Микеланджело в корне отходит от традиционного типа надгробия, от пристенного типа надгробия и решает создать величественный мавзолей, такое своеобразное архитектурное сооружение в интерьере, в церковном интерьере, имеющий четыре фасада, и где саркофаг с телом папы располагался бы внутри этой отдельно стоящей постройки, имеющей четыре фасада. Надо сказать, что первоначальный проект изменялся в конечном итоге в ключе в не менее шестерах. Мы, собственно, можем судить по некоторым сохранившимся рисункам, с помощью которых современные исследователи делают реконструкцию тех образов гробницы папы Юлия II, которые, собственно, Микеланджело предпринимали. Ну и окончательный вариант, который был создан, совершенно отличен от тех проектов, тех, на самом деле, титанических поистине планов, которые создавал Микеланджело. Отметим, что Микеланджело, получив вот этот важный для него заказ, начинает работать с присущей ему нейлористовой энергией. Он в течение семи месяцев с двумя подмастерьями лично подбирает мрамор для статуи будущей гробницы папы Юлия II. Когда же он возвращается и уже всерьез приступает к работе, оказывается, что папа Римский ждет от него совершенно выполнения совершенно иных поручений. Собственно говоря, вот это столкновение между титаминическими замыслами Творца и реальными условиями, собственно, дикток-то заказчиков, историческими событиями, которые изменяют ход, предначертанный, казалось бы, ход событий, это и есть величайшая драма поколения Микеланджело, и прежде всего его собственная драма. Соответственно, в число статуй должны были входить и так называемые рабы, которые символизировали области, покоренные Римской Церковью, подчиненные гею своей власти. Собственно, гробница должна была являть собой не только триумф личности Юлия Второго, но служить вот таким прославлением величия и могущества всей Римской католической церкви. Из первоначального проекта в окончательный вариант вошла фигура сидящего пророка Моисея, ветхозаветного пророка. Иначе, собственно, в итоговом варианте эта фигура в гробнице расположена. То есть, как мы видим, и сама форма гробницы, она совершенно иная. Это, опять-таки, такой вариант пристенная гробница. В центре здесь расположена фигура Моисея. Моисей изображен опять-таки в образе титанического масштаба личности. Крупная фигура, рельефные мышцы, фигура, источающая силу. Изображен он опирающимся на стрижа Лизавета, полученного от Творца. И в его эмоциях читается гнев. Очевидно, это момент, когда он наблюдает поклонение золотому тельцу. И показана его фигура в таком величественной позе с поворотом головы. Несколько удлиненным может показаться торс фигуры, но Микеланджело всегда умел учитывать точку зрения зрителя, то есть то место, с которого можно будет наблюдать фигуру. В первоначальных вариантах фигура Моисея должна была располагаться не ниже второго яруса. То есть должна была восприниматься с точки зрения снизу вверх. Еще один проект, который также потребовал долгой работы, к которому Микеланджело не раз на протяжении полутора десятилетий возвращался, стала работа над Капеллой Медичем. В церкви Сан-Лоренцо в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции еще архитектором Филиппа Брумелевски была запроектирована параллельно симметрично так называемой новой старой резнице Сокристии, старая резница новая Сокристия. Но собственно решение этой резницы, которая предназначена была стать вот такой родовой усыпальницей для герцогов Медичем выполнена была уже Микеланджело. Собственно вот рисунок из хранения Лувра, который показывает нам эскиз этого оформления пространства и так немного у меня некоторые проблемы с переключением слайдов. Ну в любом случае все недостающее можно будет посмотреть в готовой презентации. Собственно обратим внимание на то, что решение Копеллы Медичи это синтез архитектуры и скульптуры, где архитектура и скульптура существуют в неразрывных целостностях. Микеланджело выделяет тектонические элементы цветом цветом вот того камня песчаника из которого они сделаны. Тогда как другие элементы статуи вот эти проемы ниши декоративные элементы выполнены из мрамора. Надо сказать, что работа велась на протяжении времени около полутора десятилетий с перерывами. И в целом вся иконографическая программа оформления Копеллы, которая предполагалась вести службу, то есть это не только усыпание в это место, где проходили, должны были проходить четыре раза в день службы. Основная тема иконографической программы это торжество победы над смертью, торжество бессмертия человека. И трактованы собственно вот эти две гробницы сартофаги изображения герцога Лоренцо Урбинского и Джулиана Герцога Гермирского фигуры расположены над сартофагами. И обратим внимание на то, что Микеланджело здесь порывает традиции изображать усопшего в позе спокойного сна в горизонтальном положении. он изображает своих героев не как вот таких безмятежно спящих, но как живут. Собственно, группа помимо двух фигур самих герцогов представляет также фигуры времен суток, которые покоятся на крышках сартофагов. Надо сказать, что при том, что Микеланджело неоднократно возвращался к работе над оформлением Папелла Медича, статуи, некоторые статуи остались по-прежнему не до конца проработанные. Тем не менее, уже современников поражало художественный уровень тех работ, которые мастером были созданы. Вазари сказала статуя времен суток следующее. Если бы погибло все искусство, они одни могли бы вернуть ему весь первоначальный блеск. К числу наиболее последовательно проработанных фигур принадлежит фигура ночи. Она окружена символами, связанными с двумя близнецами, рожденными гею. Это сон и смерть. Сама фигура ночи перекликается с картоном, изображающим фигуру Леды. И обратим внимание на то, что даже в тракторе женских фигур Микеланджело всегда выявляет мощь фигуры, физическую силу, массивность фигуры. Фигуры времен суток спокоятся на саркофагах, но характер их установки на саркофаге вызывает множество вопросов. Опять-таки отметим, что полностью доработан этот проект самим Микеланджело не было. Высказывались предположения, что очевидно крышки саркофагов могли заканчиваться какими-то более массивными вот такими архитектурными деталями, которые поддерживали фигуры и которые предупредили бы вот этот эффект состальзывания, сползания с закругленных крышек саркофага. Но надо отметить, что в трактовке образов, которые создает Микеланджело, воплощая вот эту программу победы над бегом времени, которые символизируют собственно образы времен суток. Мы видели ночь, фигура дня проработана в меньшей степени, в частности мы видим в трактовке головы этой фигуры характерные последовательные этапы работы Микеланджело над статуей, то есть такая незаконченность, оставлены насечки, еще не достигнута детальная проработка и не предпринята колировка, которая отличает более проработанные элементы фигуры. Но тем не менее Микеланджело максимально выразительен даже в деталях, обратим внимание на ступню фигуры дома. Нельзя не обратить внимание на то, что образы эти проникнуты вот такой некоторой горечью, некоторым таким меланколическим чувством. Ночь скорее выглядит не как вот такой безмятежный сон, а как образ фигуры, погруженный в сон глубокий, тягостный. Нерадостно смотрит на зрителя и через спину вот так глядящий через плечо, собственно, глядящий на зрителя день. Усталым выглядит вечер, усталым, расслабленным, обессиленным. И утро аврора, собственно, тоже не выглядит радостным пробуждением. Вот такая трактовка образов, она связана, безусловно, с кризисами идеалов высокого возрождения, обусловленными как личными причинами для Микеланджело, так и причинами, собственно, внешнего характера от него независящими. И чрезвычайно показательные строки, которые Микеланджело посвятил, собственно, этой работе. Это ответ на стихотворение Джованни Строцци, желавшего воспеть фигуру ночи, подчеркнуть ее вот такое удивительное жизнеподобие. Джованни Строцци обращается со следующими строками. Вот эта ночь, что так спокойно спит перед тобой, ангела создания, она из камня, но в ней есть дыхание, лишь разбуди, она заговорит. И что же отвечает Джованни Строцци Микеланджело? Отрадно спать, отрадней камнем быть, о, в этот век преступный и постудный, не жить, не чувствовать, и дел завидный, прошу, молчи, не смей меня убить. Собственно, в этих строках отражена боль, отражено разочарование, которое испытывает мастер. Мастер величайшего таланта вот таких титанических поистине замыслов, которые часто не могут быть реализованы вследствие причин от него независимых. Ну и обратим внимание собственно на то, как решены фигуры самих герцогов. Все здесь существует в синтезе архитектуры. Так, в статуи герцогов помещены дниши над саркофагами и обратим внимание, что вот эта линия карниза прерывается фигурами линии голов в время суток. Фигуры выглядят какими-то скованными в том пространстве ниш, которое для них отведено. Это подчеркивает опять-таки вот такую массивность фигур, увеличивает наше зрительское впечатление об этих фигурах, как о фигурах вот этих мощных. Для них оказываются малые те проемы, которые для них предназначены. И современники обращали внимание на непортретность герцогов. Собственно, Микеланджело скорее здесь изобразил некие вот такие собирательные аллегорические типы. Отметим, что Микеланджело вообще не честовал портрет как таковой. И собственно вот такие скорее аллегорические образы собирательные, представляющие жизнь активную в образе фигуры, которая известна нам под именем Джулиано. И напротив фигура так называемого задумчивого, представляющего образ Лоренцо. Ну, здесь много загадок, в частности, известно, что по характеру вот эти герцоги Медичи, а это не Медичи 15 века, да, это герцоги семейства Медичи с традиционными, ну, в общем, такими знатковыми, династическими именами семейства. так вот, известно, что по характеру эти персонажи были полной противоположности тем образом, который создает Медичи Ланджело. Что же до портретности, то современники вопрошали, собственно, Медичи Ланджело, почему люди, изображенные им, так не похожи на себя и получали следующий ответ. А кто же будет помнить через тысячу лет, как они на самом деле выглядели. Это исторический своего рода анекдот, который показывает нам, ну, собственно, то отношение Медичи Ланджело к образу, которое было для него характерно. Это, опять-таки, очень созвучно, собственно, высокому, принципу высокого возрождения представлять не столько конкретное и единичное, да, сколько универсальное. Интересно также и принципы освещения в Кателе Медичи, потому что Микеланджело, создавая свой проект, учитывал направление падения света и две фигуры оказывались затемненными согласно этому проекту. Это как раз образ задумчивого и вторая фигура, лицо, которое затемнено, это фигура ночи. Не совсем понятно, что именно держит в руке герцик Лоренцо. Оба представителя семейства Медичи изображены в доспехах, изображены Джулиан, изображен с маршельским вот таким жезлом и символами власти, таковым можно считать, например, что-то сделать, не могу, да, таковым можно считать, например, шлем в виде львиной головы, который облачен Лоренцо. таковым это работа тоже стала для Микеланджело работой трудной. Надо сказать, что по-разному исследователю относятся по времени к трактовке и к стату созданных. Некоторые исследователи считают, что первоначально были созданы фигуры задумчивого ночи и дня, а последствия остальные при окончательном же проекте были, ну, своего рода перемешаны, собственно, эти фигуры расположения. И в целом, собственно, отметим также дальнейшие работы Микеланджело как скульптора. Отметим, что в поздние годы он неоднократно обращается к теме оплакивания квита, собственно, тема квита одна из ключевых тем в его творчестве. И вот это нарастание ощущения фрагизма бытия, которое так остро звучит в стихотворении о ночи, написанном, продолжает звучать и в скульптурных группах, посвященных теме оплакивания. Скульптурная группа, которая хранится ныне мраморно, как многофигурная композиция, хранится ныне в музее собора, показывает нам запечатленное в линиях фигуры Христа, в ракурсах, в выражениях лиц. Ну, вот Пускор, на которую, собственно, откликался Микеланджело. Есть и другие композиции квита, например, квита палистринный, так называемая. И, собственно, самое последнее, скульптурное произведение Микеланджело, работа над которой он продолжал прудиться, ну, буквально за несколько дней до смерти, получившая название квита Рандомини, потому что эта скульптурная группа долго хранилась во дворе, представляет нам невероятно экспрессивное, незаконченное, собственно, произведение. Мы видим, как Микеланджело работал над этой скульптурной группой. И полная вот такой, опять-таки, удивительной экспрессии, выразительности группа, которая сведена до двух фигур. Это Мария, которая поддерживает тело мертвого христа. И мотив здесь тоже совершенно иной. Он, на самом деле, встречается еще в Бизантии, затем в середине века. Особенно характерен он был, скажем так, для северной традиции, встречался и чаще в северной Италии. Но вот в центральной Италии в то время, когда работает Микеланджело, это достаточно редкий мотив. Он больше характерен, ну, скорее, для немецкой, скажем, традиции. Это именно мотив удержания мертвого тела христа в виртекальном положении. И, собственно, главное, что здесь даже в незаконченных фигурах оказалось так явственно запечатленным, это та самая глубина скорби, страдания. Собственно, буквально воспринимается как действительно такая группа, наполненная, ну, скорее представляющая такое не физическое, какое-то пластическое явление, да, но образец мистической погруженности в скорбь. Ну, и обязательно следует сказать также и о работах Микеланджело как живописца. Хотя он себя не считал живописцем, но, тем не менее, им были созданы вот такие монументальные циклы, представляющие работу в шестинской капелле. Прежде упомянем о важной работе, которая не была, опять-таки, закончена, но мы можем судить замысл Микеланджело по сохранившемуся картону. Это парная к битве при Ангиаре, сроченной Леонардо Гавичи, битва при Кашине, где Микеланджело изображает минуты кривала в момент, в который, собственно, воины получают известие о приближении неприятеля и прерывают касание, соответственно, вот эта тема тоже приближающейся битвы, она воплощенная в образе Гавида, она в многофигурной композиции воплощена в этом картоне. И, опять-таки, она подчеркивает эстетическое чувство Микеланджело, для которого не важны какие-то детали пейзажа, где все внимание уделено обнаженным фигурам данным движениям. Собственно, отстранив Микеланджело от работы над гробницей в свое время, ну, по ряду причин, да, к сожалению, у нас нет возможности полностью прослеживать исторические события. Папа Юлий поручает Микеланджело роспись свода Хиттинской капеллы. Изначально планировалось написать там всего лишь 12 фигур, фигур апостолов, но Микеланджело не был бы Микеланджело, если бы он шел по вот такому слишком простому пути. Отказавшись от помощников, Микеланджело фактически собственноручно расписывает огромнейшее пространство, площадь 2600 квадратных метров и создает в сегодняшней сеттинской капеллы вот такую сложнейшую композицию, имитирующую архитектуру, имитирующую скульптурные изображения, в целом включающую 343 фигуры. Соответственно, есть в росписи плакона Секстинской капеллы, мы вот обратимся к этому слайду, мы увидим, что в центре прямоугольных композициях представлены повествовательные сюжеты из библейских, связанные с сотворением мира, с отделением света от тьмы, с отделением земли от вод, с сотворением человека, с сотворением женщины из ребра Адама, и рядом, опять-таки, ветхозаветных эпизодов жизни первых поколений людей. Прямоугольные композиции окружены изображениями обнаженных фигур, которые, собственно, связывают весь этот ансамбль, дополняют его, придают характер вот такого разновеликости в масштабе фигур. Здесь также отметим скульптурность в фрактовке. К числу наиболее выразительных композиций принадлежит сцена сотворения человека, где энергичнейшему движению полета Бога Отца, его вот такому решительному, повелительному жесту противостоит определенная косность, такая пассивность, присущая фигуре Адама, но хранящая фигура эта пассивна, она покоряется движению Бога Отца. Но в то же время сама атлетично сложенная фигура таит в себе, опять-таки, вот такую могучую силу. Сложные ракурсы поза придает Микеланджело изображением пророков и селин. Пророкам, которые, ну, как считалось, предсказали либо пришествие Мессии, либо некоторые предсказывали события страшного суда. Пророкам, изображением пророков соответствуют и женские изображения Севилы. В некоторых из образов Микеланджело воплощает вот такой сложный характер движения, как, например, в Ливийской Севиле. Рисунок из музея Митрополитен показывает нам, как в студии, работу анатомического характера над воплощением вот этого мотива. Вот такая зигзагообразная по характеру фигура впоследствии чрезвычайно будет привлекательна для мастеров эпохи, для мастеров периода мангеризма. Могучей силой наделяет Микеланджело фигуры Севилы. Ну, вот кумская Севилла, да, предстоит также в образе поистине-поистине мужественном. И совершил, собственно, вот этот своеобразный подвиг, расписывая плацом Севстинской папеллы, Микеланджело позже, уже по заказу другого римского папы, создает роспись алтарной стены Севстинской папеллы. Зрелище, величественное зрелище страшного суда, которое предстает перед зрителем, как вот действительно такое апокалиптическое видение, где множество обнаженных фигур буквально роится вокруг центра, центра, в котором главная фигура – это фигура Христа, причем Христос тоже предстает здесь не в облике вот такого страдающего и жертвенного, но в образе судьи. И образ его сопоставил с античными титанами, фигура его массивная, наделена огромной энергией и силой. Даже фигура Марии, которая изображена рядом, кажется вот такой мелкой по сравнению с главной фигурой Христа, движением руки, буквально управляющим и задающим, собственно, вот это стремительное движение масс в этой композиции. Генрих Вольфинг в свое время призывал зрителя, впервые попадающего в Севстинскую капеллу, сразу встать спиной к алтарной стене для того, чтобы рассмотреть сначала те росписи, которые выполнены были в 80-е годы Кватраченко. Поскольку, увидев страшный суд, собственно, зритель уже не воспринимает вот те композиции, которые были выполнены художниками существующего времени. Святые также необычны в трактовке Микеланджело. Это торжество действительно фигур и движение. Мы не будем долго и подробно говорить о влиянии Микеланджело, а влияние было огромное, собственно, на ряд не только итальянских, но и художников из других регионов. Ну, приведем в качестве примера работу Себастьяна Дельфьомба, представляющего в испрешении Лазаря. Собственно, глядя на фигуру Лазаря, мы отчетливо понимаем, что такое влияние Микеланджело на современников. Ну, и отметим также ряд важнейших архитектурных проектов. Это проект вестибюля библиотеки Лауренциана во Флоренции. Собственно, корпус библиотеки построен по проекту Микеланджело и включает зал салфа шестиметровый и предваряющий его вестибюль с лестницей. Сам характер трактовки лестницы тоже, собственно, отмечен вот этим таким чрезвычайно характерным для Микеланджело пластическим видением. То есть даже в архитектуре, собственно, Микеланджело продолжает быть скульптором. Ну, и важными проектами, в которых участвует Микеланджело, становится и реконструкция софитолинского холма. Задача была упорядочить все строения и монументы на площади Копиколия. И с 1547 года Микеланджело возглавляет строительство главного, собственно, проекта архитектурного времени, собора Святого Петра. План собора, в ходе строя начавшегося строительства, неоднократно менялся. Собственно, от центрического плана Доната Браманте во время Рафаэля снова возвращаются, очевидно, под влиянием, собственно, иерархии церковных, типу базилики. Но в окончательном варианте Микеланджело, собственно, снова возвращается к центрическому типу постройки, к кукольной постройке. И именно Микеланджело, собственно, создает проект кукола собора Святого Петра. Микеланджело, создавая проекты, Микеланджело работает преимущественно, не делая чертежей, но выполняя наброски, архитектурные рисунки. И, наконец, важным этапом работы было создание моделей из дерева и из глины. Собственно, модель купола, созданного Микеланджело, мы видим на слайде, в окончательной версии, собственно, купол был, достраивался под руководством Джаку Моделла Порта и имеет несколько более вытянутый характер. Ну, что же, на этом мы на сегодня заканчиваем нашу беседу. Если есть вопросы, буду рада, у нас есть вопросы, которые мы на сегодняшний вебинаре и мы на сегодняшний вебинаре. Уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить Марину, поблагодарить всех, кто сегодня принял участие в вебинаре. Напоминаю, что сертификаты за данное мероприятие вы можете приобрести по ссылке, которую я только что привел в чате. Сертификаты уже сформированы, можно, если есть необходимость, такая по этой ссылке сейчас перейти. Ну что ж, а я напоминаю, что Директ Академия проводит свои мероприятия каждый день. И завтра, в среду, мы проведем свое мероприятие в 15 часов. Наш завтрашний спикер Марина Орешко. Я еще раз благодарю всех за внимание. До новых встреч в Директе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok